Высший пилотаж для повара детского сада сытно накормить, да еще и уложиться в 57 рублей. Столько за питание ребенка ежедневно платят родители. Расценки не менялись уже два года. Индексация неизбежна. Она продиктована общим ростом цен на продукты. Мясо полуфабрикат, допустим, суточный набор, он должен быть 55 грамм. Мы даем в натуральном виде не больше 40 грамм. Сок в день должен быть 100 грамм. На данный момент мы сока в натуральном виде не даем. Отсутствие дорогих творога и сыра на столах дошколят компенсируют мочными изделиями и крупами. Все для того, чтобы ребенок получил суточную норму калорий. Правильный же рацион обойдется вдвое дороже. Мы должны рассчитывать так, чтобы у нас были и фрукты, и овощи, и было полноценное обед, и ужин, и завтрак. Поэтому единственное даже, что сейчас смотрю, там копейки, копейки, а копейки уже давно все уходят. Давайте сделаем конкретно. 113 и 7 рублей. То есть, в общем, получил 120, чтобы и родителям было легче считать. Заявленные 7 рублей 31 копейка в день – это фиксированная оплата на так называемые хознужды. Оплачивать их будут все без исключения, даже при наличии пропусков в посещении. Согласно расчетам Комитета по образованию, теперь поход в детский сад обойдется от 2 до 3 тысяч рублей в месяц. С учетом времени пребывания в учреждении, возраста ребенка и компенсации. Для принятия окончательного решения о новых расценках на посещение детских садов администрация обещала учесть общественное мнение. Большинство родителей – за. Между тем, опрос показывает, что половина респондентов и без того довольна рационом своих чат. Видимо, ненадолго. Еще не все продукты у нас были израсходованы, эти курики были у нас, была и тушеночка, поставщики нас тоже терять не хотят и как-то идут навстречу. В долг дают? Ну и в долг иногда дают, и так бывает у нас. Сколько вы продержитесь при сборе 57 рублей сегодня с родителями? Ну вы знаете, уже на февраль месяц это уже будет недостаточно. Это будет уже недостаточно. Это второй ужин мы уже будем отменять. С введением обновленных платежей за детские сады мешкать нельзя. В этом вопросе важны не цены, а последствия. Елена Краснопеева, Евгений Жамцуев, Новости дня.